Привет, друзья! Это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко, и в сегодняшнем видео мы поговорим на очень важную и интересную тему. Многие гитаристы после покупки нового инструмента очень часто задаются вопросом, нужно ли менять струны сразу после покупки, и если да, то какие выбрать. Касательно того, какие именно струны выбрать, ответить однозначно довольно сложно, поскольку здесь есть очень много переменных, а именно калибр, струн, материал обмотки и даже производитель, все это влияет на звучание. Поэтому здесь основной мой совет, не бойтесь экспериментировать и открывать для себя что-то новое, и я уверен, в процессе поиска вы обязательно найдете для себя тот самый комплект, который подходит именно вам по всем параметрам. Сегодня же я постараюсь ответить на вопрос, а стоит ли вообще менять струны на гитаре сразу после покупки инструмента, и для того, чтобы не быть голословным, я сначала поиграю на инструменте с заводскими струнами, теми, которые стояли изначально с завода на гитаре, а потом поставлю комплект новеньких струн и послушаем, что из этого получилось. Готовы? Поехали! Итак, для нашего эксперимента я выбрал популярную среди новичков гитару от компании Cort, модель AD810, кстати, на этот инструмент мы делали отдельный обзор, можете посмотреть его вот здесь, и ссылочку также оставлю в описании. Вообще, если быть точным, в руках у меня электроакустическая версия этой модели, AD810E, но в варианте без подключения разницы абсолютно никакой нет. На заводе этот инструмент оснащают тестовыми струнами с красно-медной обмоткой калибром 12.53. Давайте послушаем, как звучит гитара с этими струнами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На первый взгляд может показаться, что все совсем неплохо, но сейчас я поменяю струны и проверим, будет ли слышна разница. В качестве экспериментального комплекта я выбрал базовые струны от американского производителя Dunlop. Калибр практически такой же, 12.54, только шестая струна будет немножко толще, но принципиальное различие это материал обмотки. В данном случае это будет фосфорная бронза, которая характеризуется мягким, сбалансированным и насыщенным звучанием. Я назвал этот комплект базовым, поскольку он не может похвастаться ни какой-то особой технологией производства, ни наличием специального защитного покрытия, ни увеличенным сроком службы. Однако этот комплект нельзя назвать плохим. Да, такие струны нужно менять довольно часто, но тем не менее, со своей задачей они справляются на ура. Давайте проверим. Продолжение следует... 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 которые угасали при звучании со старыми струнами. Поэтому ответ на вопрос, стоит ли менять заводские струны после покупки гитары на новые, абсолютно очевиден. Конечно же, стоит менять, только если у вас не гитара, баттон руший, на ней не стоят эликсиры. Это действительно очень хорошие струны, но в данном случае, безусловно, замена требуется. И, как слышите, инструмент звучит абсолютно по-новому. Друзья, в магазине Music Market представлен широкий ассортимент самых разных струн. Но если вы не знаете, какой комплект выбрать, консультанты обязательно подскажут вам тот самый комплект, который будет соответствовать всем вашим ожиданиям. На этом все, с вами был Иван Захаренко, увидимся с вами уже в новом видео. Всем хорошего дня, пока!